Саша на спине. Кислород. Перевод с итальянского Нины Кулиш. Читают Ирина Горячева и Александр Майоров. Ребенок никогда не бывает точь-в-точь, как отец. Ребенок — это шаг вперед. Даниэле Бакарти. Шериф Стюарт, это Джон. Слушаю тебя, Джон. Мы приехали по вызову в начальную школу Велли. Опять неприличные надписи? Нет. Если верить тому, что говорят учителя и директор, похоже, один из мальчиков пропал. Пропал? Во время перемены. Когда начался следующий урок, его место за партой осталось пустым. Хм-хм-хм. Шериф? Да, это я размышляю. Пошлю Торстена и Маклейна. Пускай займутся поисками. Если ребенок вышел за ограду, он не мог уйти далеко. Родители известили? Джордж только что попросил директора позвонить им. Хорошо. Думаю, он дома. Мы пока осматриваем территорию школы. Наверняка это просто шалость. Не знаю. По-моему, Джордж обеспокоен. Хм-хм-хм. Шериф? Я предупрежу Криса, а вы продолжайте поиски. Я скоро приеду. Палочник. За ним пришли в восемь вечера. Мы слегка поцапались из-за соседа сверху. Тот в очередной раз явился жаловаться на громкую музыку. И сейчас мы ужинали молча. А по телевизору, включенному на полную громкость, передавали новости. Это был наш обычный поединок. Кто первым не выдержит и заговорит с другим. Побеждал всегда я. Мой отец был не приспособлен к такого рода борьбе. В определенный момент он, чтобы выйти из положения, произносил какую-нибудь ерунду, словно продолжая прерванный разговор. «Не забыть бы забрать фонарик с веранды». Сказав нечто в этом роде, он смотрел на меня взглядом побитой собаки. В тех редких случаях, когда противостояние затягивалось, он под каким-нибудь предлогом стучался и в своем старом халате заходил ко мне в комнату. Он просто не мог лечь в постель, не пожелав мне спокойной ночи. Мы сидели, уткнувшись каждый в свою тарелку. Я заметил, что он поглядывает на меня из-под лобья. В какой-то момент он произнес самую, что ни на есть банальную фразу. «Передай мне, пожалуйста, соль». И тут в дверь позвонили. Я пошел открывать. На этот раз соседу не поздоровится. Подумал я и распахнул дверь, готовой к перепалке. Передо мной стоял человек со стрижкой, как у чиновника, и в кожаной куртке. За его спиной я увидел несколько человек в форме. И в самом деле он сказал «полиция», затем показал мне какую-то бумагу и попросил дать ему пройти. «Чего-чего?» — спросил я и едва не расхохотался ему в лицо. Остальные тоже вошли, оттеснив меня с дороги. Я оказался почти прижатым к стене. Они мгновенно рассыпались по всем комнатам, даже достали пистолеты. Мой отец исчез. Только что ел яичницу с луком, а секундой позже его уже не было. Вместо него были люди в форме, которые открывали ящики, переворачивали матрасы, вынимали из рам картины и семейные фотографии. Это было 6 октября 2013 года. Как вскоре стало известно, профессору Карло Марии Балестри было предъявлено обвинение в похищении человека, причинении тяжких увечий, убийстве и сокрытии трупа. Мне было 27 лет, ему 59. Я остался один на свете. Когда я был маленьким, я мечтал стать летчиком. Отец, возвращаясь домой после лекций, часто приносил мне коробки с деталями авиамоделей. И сегодня самые удачные из этих моделей стоят на стеллажах в моей комнате. Тут есть, например, Корсар F4U7, Биплан Роланд, военно-транспортный Габриэль и даже Конкорд. Но самый классный триплан Красного Барона. Мы занимались этим по вечерам. Вынимали кусочки пластика из картонных гнезд. У отца горели глаза, когда он смотрел, как я, забыв обо всем на свете, возился с этими крошечными, длиной в несколько миллиметров детальками. У нас были кисточки, волос толщиной, которыми можно было проникнуть куда угодно. И всевозможные скрепки, щеточки, баночки с клеем и красками, напильники, растворители. Он обожал вникать во все мелочи. Но сам ничего не делал, только смотрел. В свете настольной лампы его глаза, сиявшие ледяной голубизной, словно метеоры, неотрывно следили за моими неловкими, суетливыми движениями. Он хотел увидеть результат. Склейка была сплошным мучением. В какой-то момент руки переставали слушаться. Я закрыл кабину пилота, и мне оставалось только прикрепить отделку. «Ах, как жаль!» — спокойно произнес он. «Кусок фюзеляжа отвалился, потому что я приклеил его не под тем углом». Он держал маленьких девочек в контейнере. Летом мы снимали дом на мысу Сан-Т-Андре, две недели пляжей и вечерних прогулок. Как только мы приезжали, мама, облегченно вздохнув, распахивала балконную дверь и полчаса сидела на балконе с сигаретой, глядя на линию горизонта. Внизу волны разбивались о скалы, напоминавшие лунный пейзаж. Приятно было снова увидеться с друзьями, которых я там завел. Вначале всегда возникало чувство неловкости, как если бы нам надо было знакомиться заново. Особенно это чувствовалось при встрече с Анджелой. Каждый раз я замечал в ней какие-то перемены по сравнению с прошлым годом. Но в августе 98-го изменилось все. Фигура, манеры, взгляд. Нам было по 12 лет, и у нас вдруг появились занятия, вызывавшие беспокойство. После обеда, оставив родителей под зонтом на пляже, я убегал по узкой улочке, куда редко сворачивали туристы. Мой лучший друг Марко превратился в моего соперника. Если раньше, еще год назад, мы с ним отлично играли, то теперь он начал меня задирать и не упускал случая заявить, что его тошнит от придурков, которые в августе приезжают с континента на машинах, набитых всяким барахлом. Даже туалетную бумагу привозят с собой. И все, чем они способны осчастливить их земной рай, это переполненные помойки. В тот вечер, когда я получил первый в жизни поцелуй, кто-то сломал мой велосипед. Пока я прыгал в воду самой высокой скалы, чтобы произвести впечатление на свою летнюю любовь, другая девочка сидела в темноте внутри контейнера. В жаркую погоду там, наверное, было как в печке. Цепь на шее, кровать, привинченная к полу, вонючие ведра. По-видимому, мой отец заранее подготовил все необходимое, чтобы устроить ее там на время летних каникул. Очевидно, заключил пари с самим собой, что сумеет решить эту задачу. Заключение Аманды длилось с марта 93-го года, когда она исчезла. Ей тогда было шесть лет, как и мне. В 2013 году у нас при обыске нашли прядь ее волос, заложенную между страницами книги. Мы с Анжелой переписывались. В сентябре она аккуратно писала раз в неделю, но в последующие месяцы письма приходили все реже и реже, а в июне и июле не приходило ни одного. После августа все начиналось снова. Мы рассказывали друг другу всякую детскую чепуху, иногда на последней странице мелькал кокетливый намек, что нас с ней связывает нечто большее, чем дружба. Случалось, прочитав ее письмо, я без озрения совести переписывал его на свой лад. Правда, опустив ящик, иногда все же испытывала сожаление. В феврале 99-го тонн моих писем изменился. Теперь в них шла речь уже не о проделках нашей компании и не о придирках учителей. Интересы 13-летнего мальчишки остались в прошлом. Их вытеснила новая проблема — болезнь мамы. Дома мне все виделось в другом свете. Я рассказывал об этом только Анжеле. Она отвечала на письма на нескольких страницах, исписанных мелким почерком. Я цеплялся за них, как за соломинку. Больше всего мне нравилось то, что в них не было попыток подбодрить меня. И раньше я просил ее ничего не говорить родителям. Нам не нужны были их звонки, а еще я не хотел, чтобы ее отец и мать отравляли наше с ней общение. Нас было только двое, как раньше. Но теперь я шел по жизни, а в Баку у меня торчала стрела. Было нестерпимо больно. Я рассказывал ей о курсах лечения, о приступах, консультациях специалистов. Один час такого визита стоил, как месячный заработок моего отца. Анджела в своих письмах вообще не затрагивала эту тему. В них говорилось о певцах, о фильмах, от которых она была в бешеном восторге, о книгах и комиксах, которые я обязательно должен прочесть. Они изменили ее жизнь. Иногда она вкладывала в конверт фотографию. Продолжение следует...